да уж это невероятно до какой степени должен был стрелок возненавидеть людей чтобы сделать вот в комплекте посмотреть то что он сделал для того чтобы провести этот массовый расстрел это громадное усилие где цели направленные все за большой промежуток времени это до какой же степени нужно было ненавидеть людей и вот опять я вспоминаю магнитные поля значит с 2003 года я писал о том что увеличится количество торнадо в америке увеличится количество тайфунов невероятно будут более сильные всякие потрясения погоды но на эту тему не все задумались в частности не забывайте что одним из руководителей америки является ракфеллером это жесточайшая группа входящая в мировое правительство и очень многое то что происходит на земле это включая и войны и решили таких прекрасных государств как ливия и ирак это за последнее только время сколько до этого цветные революции значит и безусловно я много раз был в америке и смотрел на жизнь американцев на все это нормальные люди просто условия которые для них созданы я вам скажу если тщательно посмотреть им не дается никакого духовного развития и человеке есть и душа которая в общем-то и человек создан ради этой души значит все совершенно подход по-другому естественно ракфеллеры и поддерживают не поддерживают а руководят масонами значит вместе с иллюминатами значит которые являются в общем-то и геологами масонства это и сокращение населения на земле то есть создание войн биологического воздействия в виде всяких вирусов и других всяких возможностей неправильного организации питания космах значит и кроме того создание хаоса на земле естественно при таких делах будет хаос но управляемые ими то есть практически поскольку хаос не управляемые принципы это создание на земле невозможных условий жизни в которых люди будут вымирать и это как считают ракфелию им на пользу в исполнении их механизм вот так вот вот и часть мирового правительства которые являются разрушителем человечества вот а что вы хотите это под воздействием ракфеллеров наверняка заработала американская кровь потому что когда мы их предупредили чем для них это кончились они не прекратят дуть на москву прекратили тут же прекратили значит и вот такие вот у нас мировом мире руководители ужас значит но так одно и получилось а в америке в десятки раз возросли и торнадо и тайфуны и другие всякие погодные аномалии и с морем не порядок и с воздухом не порядок значит ну что вы хотите если у человека нету мозгов и в принципе поставлены те идеи которые распространяют ракфеллеров это нормально с их точки зрения поэтому ничего другого американскому населению а задать от них и нельзя ведь они их не поставят на место вместе то что им не дается они же их приучили вкалывать благодаря капитализму значит а больше ничего их не учили не развивается в культурном отношении нация делается это наверняка искусственно ракфеллерами а это духовный образ вот и представьте что он на людей воздействует то что предыдущие говорили статьи воздействует магнитные поля которые не управляемы и не могут быть ими управляем потому что они не по этому делу как говорится воспитывают и они растекаются в большом количестве по америке и в соседние страны естественно отсюда и все катаклизмы и торнадо ни с того ни с сего в 10 раз возросли как я и писал и говорил значит и тайфуны и всякие землетрясения все остальное это только начало дальше все будет веселее естественно если магнитные поля являются информация разрушения они воздействуют и на человек но они как правило находятся высоко не на земле и на человека не воздействует их своя жизнь своя свой подход к тому чему они обязаны заниматься этой информации от мироздания поэтому человек может только сам накрыть от себя это дело не так все просто чтобы магнитные поля в их реальной форме воздействует на человека но учитывая что американцы же не могут просто так жить меня же правило уже создать чтобы быть самыми великими и все уничтожать Рокфеллера но вот не все у них так просто и очевидно идет воздействие и на людей и вот человек полностью богополучный в жизни достаточно богатый все у него получалось здоровый и врухна тебе я уверен что без магнитных полей здесь не обошлось и естественно это разрушение духовной информации которая в них не развивается не крепнет и поэтому более легкое воздействие именно магнитных полей на таких людей у них нет защиты духовной а это как раз является духовной защиты от магнитных полей культуры и развития им что мы вот так поэтому не исключаю что человек под действиями магнитных полей именно и возненавидел человечество днем пошли силы от действия магнитных полей которые негативно воздействовали на его психику вот вам причина это не единственный случай просто он очень так говорится знаковый по количеству убитых 58 человек и 500 раненых 600 это даже трудно себе представить до какой степени нужно ненавидеть людей чтобы создать всю эту ситуацию в гостинице во время концерта когда все собрались люди совершенно разные никто из них не имел никакого отношения к стрелку но он ненавидит все человечество вот так построили ему психику то же самое может происходить агрессия человек после гипноза поэтому это тоже опасная вещь воздействия которая связана с информацией который для какой-то степени человек владеет но это необязательно поэтому это как говорится тоже аномальное явление вот значит ну что плюс радиация в америке которая тоже даст свои результаты не завидуют значит если они не примутся за создание нормальной жизни в америке то есть запретят масонство совершенно разберутся с рокфельдерами где-то у них пока есть еще силы и возможности прекратят перекатят надувание магнитных полей и начнут вместе с нами советоваться как нормализовать условия с магнитными полями на территории самих союзных сад в Америке и куда они еще их на запускали потому что они мигрируют магнитные поля они могут куда угодно улететь и куда угодно прилететь были бы их условия под это развитие вот так поэтому ситуация непростая и если не остановить рокфеллеров пока есть это можно сделать без очень больших напряжений потому что они же слишком умные поэтому никого не признают показать им что это не так только и всего вот будет все нормально а иллюминаты ну путин хорошо проснулся по иллюминатам в сирии где уничтожил их неподземный город а что с ними произошло только догадывали вот с иллюминатам поэтому надо как-то все-таки ближе относиться к людям разных национальностях друг к другу к их возможностям и желаниям развитию человечество оно может вызвать только все вместе если начнутся повальные разрушения те обидеться прекратить свое существование что уже было ну что до свидания здоровья Родина прежде всего Россия мы не буду говорить что вы самые великие просто хочу сказать что вы самые нормальные люди на земле с доволеных заследавая です